И сейчас уже будут проходить испытания грозной некогда боевой машиной под названием команда Астралис. Первая карта Девертига, ну тут в общем-то, я так понимаю, что решили удивить, может быть где-то попробовать что-то такое, знаешь, нестандартное против Астралис, но мы-то знаем, что Астралис любят карту Девертига и играют ее вполне себе регулярно. Да, и смотрим за сторонами, у нас в диффенте играет Астралис, пони будут атаковать, есть набор у Афра, это снайпер команды Дабл Пони, ну и через 10 секунд мы уже начнем пистолет-вертал. Дефьюз китов, кстати, нет на тейке у Астралис. Интересно тоже, ты отметил этот момент, хотел только сказать это, и обычно у нас есть смок, диффузы, в общем-то на Авертига, атака у нас очень любит ходить на тот же Плент-А, там раскидывать своими смоками, ставить бомбу, так что свой иметь дым было бы неплохо, но решили отказаться Астралис, интересно из-за чего. Там была какая-то агрессия по ДА, Боди уже, кстати, проходит через карман вместе с своим тиммейтом, но НБК по дороге потерял, и это, кстати, большая проблема, потому что не пройти дальше, там очень большое скопление было в Астралис на этой позиции, они тоже перетягиваются у нас, что происходит на центре? Просто вместо рукавра! Какая работа, два минуса, но Мэджиска не пройти дальше, Боди последний остался, и Александр, надо что-то решать. Бомбу, конечно, потеряли только что, дабл-понии, дальше трипл-пик от игроков Астралис, он не смог пережить. Я, кстати, не понял, в чем была идея? Идея в том, чтобы через мидл пройти на А, то есть это такая попытка сплита А, там люркера на рампе. Но я вот посмотрел еще, вот как действовала команда Астралис, то ты знаешь, они как один организм увидели карман, убили его, и потом все сразу же вернулись на центр. Ну, хорошая координация, опять же, я думаю, там были колы правильные внутри раунда, но экономически сейчас от дабл-понии, это пять глаков, раунд может быть очень быстрым, а может быть такое чисто на таймер, потошнить, поползать, подождать как раз-таки поджим со стороны фармганов. Вот сейчас Глэйв, мы видим, поджимается на рампе, французы пока кучкуются, никто у нас события особо не форсирует. Ну и под базой Б здесь мы видим столпотворение у поля Дюпри, опять же, хорошая позиция. Отходит, какой интересный тайминг. Учуял. Он должен собирать урожай, увидел одного, кстати, не факт, что видел бомбу, это рандомный смог откинуть, много урона получает команда в дабл-понии, также Бубски приходит с юмпиком, но здесь все чисто. Ой, опасаюсь я, конечно, за это вертига, если честно, в исполнении дабл-понии. Вот они выбрали карту, понятно, что есть какие-то наработки, но после первого матча в рамках нашего турнира против Виталити, где дабл-понии добыли себе эту победу. Они отыграли еще на нескольких или даже на одном турнире в рамках соревнований. Встречались они против Na'Vi Junior, кстати, победили со счетом 2-0. Но проиграли датскому стаку, в котором сейчас играет Кейджин Би, об этом сообщил Тафа. И это все еще говорит о том, что команда, вернее, микс нестабилен сейчас. Может, конечно, удивлять, потому что там опытные ребята есть в виде НБК, Лаки и Бадди. Джоко Афро — это те люди, которые имеют тоже высокий достаточно КД и могут играть на высоком уровне. Они тоже это доказали. Но вот в этом раунде нужно не отпускать только Астралис. Купили дабл-пони, есть калаши, снова стояние под рампой на точке А. И, возможно, будет не только стояние, но и внедрение от X-ZipX. Никого не замечает в лифтовой шахте. Мы видим, что дабл-пони вообще отказались от этой позиции. Бою и только на центре, и под точкой Б снова. Кстати, показалось, что хотя бы кто-то должен эту рампу просматривать. Очень активно Астралис начали на этой позиции. И там X-ZipX поджался, комнату прочекал. А тут выход уже на базу B. Астралис пока к этому не готовый. Дюбри в упоре. Бубски здесь уже на хелпе. Так, ну все, можно ставить пакет. Вполне неплохие позиции. В метле важнейший минус от Бубски падает Джоко. Бомба устанавливается, и мы будем наблюдать за этим ретейком. 5-4. Одна флешка только осталась у Бадди для того, чтобы пресечь возможные выходы от Астралис. Там еще в спину будет заходить Бубски, судя по всему. И смоком закрывается хелпа. Молотов. Ой, хорошие молики. На самом деле Лаки горит, там не отойти. Вообще нужно стреляться уже. Вынуждают его игроки защиты. Клеев с одной стороны пытается выйти через левую на дефолт. Дюбри помогает минус Лаки. Остался Энбики и Афро. Энбики. И выходца смокает тут же. Убийство от Дюбри. Бубски находит Афро. И, в общем-то, это было классное выбивание от датского коллектива. Бомба дефузица. Это уже 3-0 на табло. Очень все уверенно. И классные молики. Показать себя на острие. Пока дабл кони не спешили у них деглы. Есть даже первые, там, вторые арморы у Энбики и Лаки, например. Но Мэджис пока никого не находит на этой рампе. Смоком все закрыто. Неплохая прокидка ХАЕ. Но, правда, под нее никто не проходит у атаки. А Бубски на центре закрывает Джоко и Энбикея. Джоко. Звучит, как самурай. Но не в этом моменте. Звучит, как сокращенно Джокович. Ну, да. Какой-то этот сербский легионер в стане французской. Ну, тут не соло нахлебавшие отходит команда Даблпони в следующий раунд. Там все в таверне, кроме Лаки. Тот на лифтовую шахту выдвигается. Мы видим, что уже неприличная экономика строится у команды Астриалис. В этом раунде тоже никого не потеряли. И, в целом, пока что это выглядит, как тот самый бетонный каток. Ну, по ощущениям, ты знаешь, здесь вообще карта в ноль может закрыться. Ой, как бы, да, у нас не было совсем неприличного чего-то. И, в целом, в серии тут тоже может быть сухие 2-0. Ну, что, может быть, друзья, давайте, может быть, подтопим за французов. Давайте лошадку в чат. Есть лошадка там у вас на смайликах? Кто будет самый оригинальный с лошадкой в чате? Лошадку и крылья. Так, чтобы, ну, не единорог, но близко. Ну, в принципе, что-то однородное с пони. 4-0 пока. Астриалис, в целом, контролирует игру в обороне. Дюпри у нас тут поджимается под смаком на базе B. Какие-то стартовые гранаты откидываются с двух сторон. Ну, и в этом раунде мы, видимо, Астриалис решили играть пассивно по направлению рампы А. Да, дали возможность. Здесь тусовка, да, от французского коллектива. Дали возможность действовать как-то первым номером здесь на подходах, во всяком случае, к этому пленту игрокам даблбони. Дюпри поджимается вообще под B. Дальше, конечно, не идет, но информацию собрал. Молик неплохой от Кзипикса на рампу под Джоку и компанию. Байди пытается пройти все же через отросток. Там пока что все за дымами, потому Байди не играет активно. Хае неплохая тоже была бы от стороны защиты. Кзипикс открывается, закрывает одного Байди. Минус Джока, отличный хэш. Дальше стоит после бандовы. Отличная работа от Кзипикса. Лаки на размене только сейчас сыграл, но это было поздно. Мэджис к Савикам на отростке. Уф, Лаки, не повезло это было. Ан, Лаки, аппро-последний. Саша, куча незаконных убийств в этом раунде. Ну, заряженный Астралис. Видно, насколько вот они летят просто на эти фраги. Вот видно, что они хорошо потренировали свою стрельбу. И показывают все, что они могут на карте Вертига. Они имеют планы на этот 51 этаж. И не только на него. Дабл-понии не могут пока раскрепоститься. Они, напоминаю, взяли эту карту. Вынуждены начинать за атаку. Астралис непреклонный. И Мэджис к Савикам тоже показал себя. Были, конечно, обсуждения перед тем, как вступали во флешпоинт Астралис. О том, что непривычно играть Дюпри на позициях девайса. Он об этом сам говорил. То, что ему нужно учить и смоки какие-то новые для себя. Ну, хотя это довольно странно звучало. Звучало, но все-таки понимаем его. То, что ты столько лет играешь на одном расположении. Потом совершенно другое. Тут выход на точку. А довольно быстро готовится командой. Дабл-пония. Тут дабл-кил. К Зипикса. Мэджис вместе с ним. НБК падает. И ни к чему это не приводит, кроме красивейшего момента для Мэджиска. Джокер наконец-то включился. Но тут его в отростке закроют. Походу, Эмили, я так понимаю, тестируют на мейн-снайпер. Да. Возможно. Да, наверное, посмотрели. Дюпри сказал, не, ребят, мне некомфортно. Некомфортно. По нему было видно, кстати. Мы, конечно, видим на нюке еще, что будет у Мэджиска. Да. Но если он там с АВП, то это точно уже именно Эмиль будет со снайперской винтовкой. И, в принципе, это интересное решение. Хотя это якорь команды. Ты знаешь, тут еще такой момент, что это же человек, который сидит, например, где-то в пленте на Инферно или в песках. То есть это довольно статичное понимание. Ну, якорь в хорошем смысле слова. Ну, да. Это нужно объяснить, что наши англоязычные коллеги, комментаторы, аналитики, они используют слово «энкор». То есть якорь, который стоит на пленте до последнего, а сейчас Мэджис. Так это уже не первый. Посмотри, какой минус просто незаконный. Здесь Мэджис нормально так культует. Ему в целом позволяют это делать. И, кстати, как же много урона получает сейчас французский коллектив. Никого ребята не видели в этом раунде. И уже минус бадди. И НБК довольно серьезно пострадал. Осталось у него 9 хелс-поинтов. Ой, да. А вот теперь смотришь на карту до Вертига и понимаешь, что... А вот что ты можешь тут сделать? Ну что? Ну что ты можешь тут сделать? А ничего. А потому что есть вот рампа, один смок и вот все. И тут как бы, я не знаю, знаешь, вот опять же вернемся, да, к структуре карты Вертига. Она очень простая, да. Она очень простая, очень понятная. Но в целом, если оборона, как мне кажется, играет грамотно, то она этими смоками, да, и чисто обычным кроссфайром очень много времени может выиграть. Да, слишком закрыто. Как в этом раунде, например, уже 45 секунд до конца сейчас. Смотри, даблпони идут на Б, и тут, ну, просто астралист готовы к этому. Да, там просто 5 человек сейчас будет. Посмотрите на карту, ребят. Вот обратите внимание, они вообще даже на А... Ну ладно, там остался один игрок, это Кзипикс. Ну надо же, просто ради приличия это сделать. Но не пройти Афро. Только что была потеряна бомба. Информация для Дюбрии компании. Фнашка полетела ювелирно. И до Глэйва это два минуса Джока и Лаки. Не совладали с этой лестницей и только что упали вниз лицом. НБК последний, 9 хп у Натана Шмидта. И пока самое позитивное, что, в принципе, касается этого матчапа между командами Даблпони и Астралис, это Твиттер Даблпони и их работа СММ. В общем-то, то, что они подготовили сегодня. Да, кстати, много мемасов я поражал. И действительно, и Астралис тоже подключились к этой гонке мемов. Все это выглядело довольно забавно. И таким образом ребята немножко подыгрели интерес. Кстати, пошли у нас уже с дилеем небольшим первые пони в чате. Люди, как я вижу, кстати, нашли все-таки лошадку. И не одна, есть там несколько разных лошадок. Есть выбор, кто-то собаку постит с крыльями. И таким образом, да, мы видим коэффициент от пари матча. Наши друзья предлагают 10 на Даблпони. Но все мы прекрасно понимаем, что шансов все меньше и меньше. Но если вы хотите погэмблить, закинуть какой-то один французский франк на своих любителей, то, пожалуйста, прошу вас кликать по баннеру, который находится под стримом. И также, если вы оформите первый депозит, то получите стопроцентный бонус. Спасибо зрителям за активность в чате. Все-таки мы будем надеяться, что это хотя бы чуть-чуть поможет команде Даблпони. Пока это сухая и это 0.7. Да, у нас такое нечасто бывает на нашем турнире, честно вот скажу. Сколько мы не смотрели первых карт, особенно отключения, как команды, вот насколько жестко берутся. Как говорил Даня Зевс, вот братца просто с самого начала команда Астрали стала. И с этим пока ничего не поделаешь, постоянно первые минусы, когда с пользой Датчан. И под Бе тусовка сейчас прохладная на самом деле, там где-то веет не то чтобы холодом, а там просто пробирает до костей. И Бадди это понимает. Бадди, кстати, как лидер команды тоже пытается воспитывать себя. Об этом есть целый топик на форуме HLTV. Но в новостях там есть, вернее, рассуждение на тему Бадди, вот как он будет становиться капитаном. Но как ты станешь капитаном в такой катке, особенно против Астралии, с которой тебя просто не отпускают. Вообще шансы тебе не дают. Флешка за флешкой, просто поди прилетит, и он читает его лаки. Да, так и получается. Бубски до последнего работает. Уже по 16 тысяч у четверых из Астралии. Только Дюпри там немножко просил. Но он догонит, если что, с такими успехами ни одного опен-фрага для дабл-пони за 8 раундов, которые посмотрели. Это крах, конечно. Размазывают. Ну и видим тоже по фрагам действительно статистика. НБК-1, Лаки-1, Джоко-1, Бадди-1 и Афро-2. Вот так вот. Знаешь, Алексей, мне кажется, сейчас происходит именно то, о чем говорил сам Девайс, когда переходил в NIP. То, что нужен какой-то импульс. Как мне, Николай сказал, так и команде Астралии. Вот они сейчас под этим импульсом несутся. И дабл-пони попадают под горячую руку однозначно. Ты знаешь, у меня есть даже ощущение, что, возможно, дабл-пони пикнули карту, которую сейчас Астралии активно разбирают. Именно в данный период времени тренируют ее. Потому что я смотрю, что происходит чисто схематически. Вот как происходит откидка гранат, какие тайминги выбираются, как занимаются позиции. И это при том, что особо не видно, чтобы дабл-пони дошли вообще до плента. Если будет возможность, я бы посмотрел прогрессию по раундам. То есть, в принципе, в скольких раундах была установлена бомба. Потому что я помню пока только один раунд. Так, но первый опен-фраг есть для команды дабл-пони. Лаки отключил уже Дюпри. Но не так все просто. На самом деле, там перетяжка на центр будет от Гзипикса. Выход по нему информацию получает НБК, но не попадает. Молотов тут же под возможный буст соперника. Очень грамотно это было отыграно. Ну, а Бубски пока остается на точке Б. Мэджиска оставили одного на А. Тот откидывает Молотов. И смоком закрывается позиция. Вернее, это молик атаки вроде как был, да? Чтобы пересечь какие-то возможные активности от контртеррористов. И тут же, под шифтом, давайте решать, что делать. Потому что 30 секунд до конца этого раунда. И все-таки это будет выход на точку А к Мэджиску, к которому уже перетягивается один игрок. Это Кзипикс будет. И Бубски тоже на пленте считает своих соперников Астралис. Глэйв отлетает. У нас 3 в 5 ситуация. 15 секунд до конца. Мэджис не попадает. Кзипник делает минус поджог. Возможно, первый раунд для команды дабл-пони было бы неплохо. Смотреть бомбу. Бубски и Кзипник сделать по минусу. 2 в 3 ситуация. Бомба сейчас устанавливается. Нет возможности убить бомбу. Пытался заэмить здесь за спрейдж. Смог Бубски. Но в итоге он погиб. И также погиб Кзипник. Вот так вот вымучили буквально этот раунд французам. Это вообще что-то с чем-то. На самом деле столько шансов было перевернуть раунд для команды Астралис. Казалось бы, там уже Глэйва убили. Все, закрыто. Бомба устанавливается. Но как же дабл-пони здесь в хаосе находились. Там все-таки выиграли, конечно, раунд. Но такие большие были проблемы. Ну, молодцы, конечно, вступили. Наконец-то это уже не бублик у них в руках, в кармане. С единицей они вступают в 10 раунд. Но сейчас можно получить ресет экономики. Это будет худшее, что произойдет в этой половине для дабл-пони. Снова играет активно Дюпри на бортике точки Б. Глэйв поджимается под Асмаком. Там пока что все закрыто. Но в этот дым обычно у нас летели две гранаты. Сейчас уже они упали, наверное, под бадди. У него осталось 39% хп. И Глэйв под Молит уже и может почекать для себя позицию. Как же четко, на самом деле. Спасибо нашим операторам за эту камеру. Видно, что каждая граната, которая летит со стороны команды Астралис, она не просто так вот. Да, да, это вот прям видно в этой игре. Прям, ну, каждая граната. Она не кидается просто так. Она кидается с определенной целью. Дюпри у нас играет колонной под базой Б. Здесь у нас активность от команды дабл-пони. Дюпри открывается, делает минус по бадди. Некому разменять. Дюпри с 4-бя хп в конечном итоге еще и оставляет красным своего оппонента. Однако численное преимущество для дабл-пони, несмотря на то, что два красных. Лаки и Афро. Афро падает. 3-бли ситуация, минус бомба. Это правда. 40 секунд до конца. Можно поставить пакет. Есть удобные смоки для французов. Ой, важный минус был от Джока. Еще и закрывает он Мэджиска. Заходя через центр, и НБК дорабатывает против красного Акзипикса. Ну что, пошла вода горячая, Саш? Да, наконец-то. По трубам, в общем-то, дошло. Ну, воды нет горячей только у меня дома, наверное. Но, наконец-то, появляется на водополб-пони. Сегодня просто нормально, незаконно просто отключили. Вот это начинается лето и минус вода вообще. Да, это, знаешь, та самая паста очень известная, что прилетаешь на Луну, заходишь в свой особняк, снимаешь с себя киберботинки, которые позволяли тебе ходить по Марсу, и понимаешь, что у тебя нет горячей воды дома. Это 2089 год. А есть энтри. Да. Мэджиск уже находит минус. Он, кстати, в этом раунде играет с Аугом, и его уже взрывает благополучно Бадди. А как раз-таки, обратите внимание, что Бубский теперь играет с АВП. Дюпри находит минус по НБК. Это было где? Дюпри у нас вроде как опорник базы Б, и, скорее всего, это было именно под этим плентом. Бубский продолжает контролировать центр. Джока здесь откинул гранату и ушел. Афро и Бадди играют под базой Б. Ну и здесь даблпони, очевидно, нужно немножко перезапуститься, как-то остановиться. О, видел Глэйв. Неаккуратно сыграл. Да, неаккуратно. Тут наказали его. Но еще одна миссия появляется, это пройти Дюпри, который закрывается смоком на точке Б. Там в нем будет сидеть. Даблпони пока никуда не спешат. Вот неплохо было бы под АВик Афро сыграть, но тот, конечно, красный сильно. Так что любая ошибка, это крах. И у Дюпри мы видим, что есть поддержка. На самом деле там на полпозиции находится минимум один игрок. На А вообще не играли Астралис. Как же они все-таки читают эти выходы от соперника. Но к этому А кто-то вернется рано или поздно. 30 секунд до конца раунда. Дюпри будет выход. Уже на него Банни чекает, но не убивает. Правда, Джоко тоже погибает. И последний остается Афро. Нет попадания через этот бортик. Данную фанеру не пробить. Дальше флешка от Мэджиска. Или там даже без нее справляется Дюпри с противником. И все четко. Все четко. 9-2. Астралис роняет все-таки экономику большинства. Нет, нет, уронили только Джоко. Все остальные могут закупиться калашами. Так что об этом не стоит. 12-й раунд. Дабл пони. Ну хотя бы вот парочку еще вымучить как-то раундов. И насколько неуверенно это было на самом деле. Вот вроде как чекали. Понимали, что где-то близко играет Дюпри. Но не попали. Да, куб сейчас у французов. Это довольно быстрый такой выход. Пока, по крайней мере. Под рампу. Ну здесь смог, который перекрывает вижен. Атаки. Пошла флешка. Здесь них 2-гори. Неплохо. Оставляет там красным своего оппонента. Мэджиск. Откидывает в каешку. Она была удачной. Падает НБК. Бадди на размене. Захлебывается атака. Дальше прохода, вероятно, не будет. Интересно, что Бубски будет играть с АВП уже. Не Мэджиск, например. Да, да. И он при этом отвечает за мид. Да. То есть как он будет играть. Ну тут Мэджиск. Просто, видимо, АВП у него забрали. Теперь развязался просто у него активный выход на точку А. Просто нужно агрессивничать до последнего. Бубски там смог мог тоже найти. Мэджиск за карман отвечает в этой ситуации пока что в смоке. А Фра там близко находится. У него тоже есть дым. И этим дымом было бы круто отрезать снайперскую винтовку. Потому что с рампы будет выйти очень сложно. Молики под Мэджиска. Заставляет его двигаться на Лаки. Тот играет тоже довольно агрессивно. Но не выйти Афра. Бомба была первая. Дюпри уже с буста закрывает байди. И последний остался тот самый Лаки, который имел перестрелку с Мэджиском. Но в итоге забрёт его Дюпри. Тринадцатый раунд заканчивается. Вернее, начинается сейчас с того, что падает экономическая ситуация для Дабл Пони. Нужно играть с пистолетами сейчас. Может быть, какие-то арморы. Но сейчас Астралис смотрится как те самые добрые звёздочки, которые носятся. И не дают вообще шанса своему оппоненту. Я не знаю, обратил ли ты внимание. Прикольно, что в некоторых моментах Астралис двигается кучкой. То есть они просто... Вот только что, например, они отдали полностью Б. Там Б никто не смотрел. Вот в этот момент. Они понимают, что на Вертиго только так можно играть за защитную. Да, они понимают. И это наверняка где-то не обсудили. Что можно просто вот так вот кучкой двигаться. И потом в конечном итоге... Ну, то есть карта здесь позволяет. Здесь не нужно там перекрывать много зон. Оп. Напрягается Абик. На центре карты. Пуски, да, его должны там загонять. Но нет. Глейв играет, подстраховывает здесь на халпе. И, в общем-то, уже падает на пике. Отличная хэшка. Глейв. Валя тут дальше. Это нелепо. Он гибнет. Но, как опять же, мы видим в очередной раз отличная работа по гранатам. Какой же урон, да. Утилити дэмэдж был просто невероятный в этом раунде. Было бы хорошо посмотреть. Вообще, после него сколько это урона было по гранатам. Бадди вместе с Лаки остались. Два в три, кстати. Ну, что, еще один хэшкопер? Нет. Вряд ли получится брать раунд. Бадди вообще слишком далеко находился. Капитан остался последний. И это уже одиннадцатый. И, ну, это красота, честно. Вот смотреть за командой Астрали сейчас, это любо-дорого. Жаль только то, что это карта Вертига. Ну, извините, как бы тут хейтерок. Одна из любимых, на самом деле. Хейтерок Вертига затесался. Да, затесался. Один из детективов просто. У него, понимаете, квартира находится недалеко от этого небоскреба, который постоянно строится и никак не может достроиться. Да, и постоянно чел со сверлом меняет. Чел со сверлом. Да. Самый сосед, который есть у каждого из наших зрителей. Человек-сверло, знаешь, Никитов, в котором вместо двух двух два сверла. Человек-дрилл. Дрилл-ман. Дрилл-мен. Да, 11-2. Ну что, два ВП в защите для Вертига, на самом деле. Довольно такой интересный сетап. Но, опять же, учитывая то, что дабл-пони не доходят до плентай, не могут поставить пакет. Кстати, вот интересно, опять же, это надо при нажатии табуляции чекать, сколько раз вообще команда дабл-пони ставила бомбу в этой половине. Бубский в упоре. Первый пошел. Возможно, сейчас заберет второго. Хорош, не было свеча на нож. Это говорит как раз-таки о том, что Бубский здесь красавчик. Не зря. Фокус максимальный, да, и не зря он действительно берет снайперскую винтовку в твои руки. Есть еще ВП у Маджеска, например. Посмотрим, возможно, и за ним. А там внедрение потихоньку на точку Б. И к этому не готов. Пока что Глэв, который на перетяжке действует, но Дюбри помогает. Закрывает бадди. Лаки. Выстоял в этой перестрелке, но все еще преимущество для звездочек. Здесь 3 в 2. Но с Айвиком будет, возможно, даже тяжело выбивать позицию. Бомба там уже должна устанавливаться скоро. Так, на перетяжке находится у нас Кзипикс. Ну и Дюбри там вроде как заходит в спину, я не понимаю. Наверное, да. Да, он идет уже в спину. И Афро. Лаки вообще к этому пока не готовы. Они смотрят только на хелпу. А Дюбри тоже не спешит. Он понимает, что если он один, то не стоит играть первым номером, чтобы все-таки дать войти к Кзипиксу. Да, абсолютно правильно. Здесь должно действовать звено вот этих двух игроков, которые двигаются со стороны база. Кзипник забирает в пленте Афро. Лаки делает минус по Майдерску. И теперь уже должен открываться Дюбри, который заходил в спину. Ну и он же и ставит точку в этом раунде. Астралис забирает 12. Развязали руки Дюбри просто. Как только действует без АВП уже 16 на 4. Там Бубски тоже не оставляет мокрого места на соперники. Ну и все остальные тоже ребята там играют в плюс. Хорошее настроение. Наконец-то мы видим не грустного Дюбри как минимум. Улыбку это тоже не часто ты можешь посмотреть. Потому что в целом это игрок, который подвержен влиянию внешних факторов. Часто расстраивается он из-за неурядиц или просто если игра у него не идет. Но сейчас все просто шикарно. Готовы Астралии забирать пик своих соперников. Ну и Дэбл Пони понимают, что если они думали, что умеют играть Вертиго до сегодняшнего вечера, то все-таки это где-то не так. Ну тут, конечно, нужно брать во внимание оппонента. Но тем не менее, да. Тут, конечно, справедливости ради мы-то Дэбл Пони... Конечно, при таком счете сложно анализировать, да. Но мы-то Дэбл Пони не видим каких-то ярких исполнений. Кстати, друзья, пока у нас затишье, я вот вижу, тут активно обсуждается. А как вы считаете, ваша самая такая оригинальная ваша версия, почему все-таки воду отключают иногда больше, чем на один месяц? Начинается заход у нас на базу А, Мэджис и Глейв делают по минусу. Атака Дэбл Пони захлебнулась, нет выхода. Откидывается опять же Молотов, откидываются флешки. Здесь Мэджис не сыграл НБК, его перестрилил Грифникс в рукаве. Делает минус по Афро. Глейв уже внутри плента, сейчас открывается на НБК. Тот ставит отличный хедшот, однако тут же Бубски делает минус в ответ. 2-1 ситуация для Астралис. Впереди постоянно находится Астралис, вот как бы там ни пытались, ни старались в Дабл Пони, но на шаг ближе к взятому раунду постоянно находится у нас защита. Лаки пытается вырезать угол под хелпу, там уже в позиции Дюпри, чтобы помочь Бубски. Тот закрыт пока на бусте, но и в общем-то Лаки, конечно, прочекает эту точку, но Дюпри нет, не даст ему дойти до нее даже. И вот так вот заканчивается данная половина. На 13-2. Могло быть все хуже, это тоже стоит упомянуть, потому что, опять же, Астралис сегодня смотрится огненно на самом деле. Вот это, как я сказал в начале сегодняшнего эфира, комета, которая просто летит и сносит все на своем пути. Бубски хорош на самом деле. Он, опять же, ты говоришь уровень оппозиции, но показывает, что таких ребят он готов перемалывать, и не просто так он играет в этом составе, мы и так это знаем. И когда, как не сейчас, во время РМР-турнира для Европы показывать себя, сказать, что не зря меня мариновали сначала, ну и потом свеженьким выпустили после ухода. Ну да, и видишь, вопрос по Эстагу-то ведь открыт. Да, открыт. То есть, на самом деле, там может быть, ну, есть какое-то условие контракта, что он не может вернуться в Астралию в ближайшее время. Возможно. И видишь, Эстага тоже особо никто не подписывает. То есть, ну, нет такого, что там, вот, анонсировали возвращение, невозвращение, там, туда-сюда. Не забывайте также о акции нашего партнера Париматч, который дарит 15% кэшбэка на все события CSGO до 23 мая. Так что кликай на баннер по трансляции и находи там не только кэшбэк, но и 100% бонус на первый депозит на Париматч. Конечно, холодненький душ, как я сегодня принимал, так и дабл пони. Надо собраться, опять же, доиграть эту карту, постараться еще что-то показать. Но если нет, то на Ньюкене буду стартовать за КТ. Это тоже хоть какой-то плюс, который можем выделить. Да, но против Астралис на Ньюкене, важно, за какую-то сторону начинаешь. Ребята играют в исключительный Counter-Strike на этой карте. Это действительно уже их соревновательная арена. С хайлайтиком первой половины. Но тут особо хайлайтиков-то не было от дабл пони. Очевидно, все было очень круто. Ну тут, слушай, entry-frag это выужая хайлайт. То есть то, что Лаки там нашел, как будто, например, первый угол убил, это уже как хайлайт считалось. Да, французов это хайлайт, так, сакула. Ну, это не то, чтобы мы как-то пытаемся видеть, но тут по факту на самом деле разобрали только что Астралис соперника. И, ну, честно, в этом не было, наверное, сомнений, учитывая, насколько всегда Астралис были сильны на вертига. Тут человек пишет в чате капсом, может, хватит говорить звездочки. А почему? Ну ты можешь говорить, конечно, сюрикены, я не знаю. Нет, сюрикены у нас вчера играли переигровку на мираже. То есть они у нас дальше еще будут на Венерах. Да ладно вам, звездочки нормально, а почему нет? Тузе Старс у них, вообще-то, это их, как он называется, хэштег, да, в Твиттере, который они спамят по КД. Ну, слушай, хорошо, что хотя бы это нашел наш зритель. Да, и вообще я хотел бы, чтобы он сразу предложил альтернативу, а не вот это вот все. Ты тоже мне критикан. Все умнеют. Я сейчас, как я начну критиковать. Сейчас уход на свой номер, позвонишь. Тебе просто, да, поверь, дядь, ты не вывезешься в базар. Так, ну давайте все-таки поиграем в Counter-Strike. Это я обращаюсь прежде всего к Double Pony. Возьмем хотя бы пистолеточку, потому что мы стоим против форса и как-то покажем, почему мы все-таки пикали карту Девертига. Очень быстрый выход на рампу от Астрали с Джока все это дело задетектил. Там уже пошел смок на хелпу, у Бадди есть хаешка на выход. И вот сейчас она полетит внутрь плента. Неплохая. Бомба устанавливается. Нам вторую бы еще запустить было бы неплохо. Вот. Врыв. Лейв закрывает Джока. Бомба поставлена. Лаки не отпускает. Капитана команды Астрали с 4 в 4 пока что. И нужно выбивать Double Pony. Напоминаю, что как бы диффузов у нас нет, так что времени не стоит с этим врывом. Но в спину никто и не идет. Тут под смок врыв от НБК. А флешка неплохая там через верх залетела. Три игрока слепые у команды Астралис. Но пупский спускается. С одним справляется. Бадди, НБК на размене сыграли. Экзипикса нужно как-то пройти. Не получается. Это у Лаки. НБК. Дабл. Пикот. Мэджиска Экзипикса. Выживают. Это раунд походу проиграет. Подожди. Но надо еще раз диффузить бомбу, правда. Получается. Успевает? Да. Очень тонко. Очень тонко. Никогда не буду понимать. Вот Астралис то же самое сделали в пистолетом. Не взяли диффуза. И это, кстати, одна из немногих команд, которые не только на вертика, а вообще на разных картах в пистолетном не покупают диффуз киты. Это уже не первый раз. Чел на фоллен. На фоллен, это что бы ты подумал. Просто затесался, знаешь, они такие на морозе написали другой ник. Знаешь, это афро. Это как бы фоллен. Типа афро. Он же еще снайпер основной. Так вот. Я никогда не понимал этого и не понимаю, почему не купить в пистолетном диффуза. Если вы уже берете смог, да, окей. Но почему не купить диффуза. И вот сейчас было очень близко. На самом деле, если бы игрок из Астралис немножко потрейхардил на рампе, выиграл бы одну-две секунды. Да, все, раунд был проигран. Из-за чего? Из-за диффузов. Да, так и есть. Но уклон на гранаты больше, на флешки. У нас небольшая задержка. В общем-то, могут подумать над своим вертига. Как минимум, ребята из команды Double Pony. НБК на ваших экранах, Натан Шмидт. Но вот теперь, я думаю, что все не смогут отделаться от мысли о схожести афро и фоллина в какой-то момент. Так вот, Double Pony. Короли, конечно, мемов в твиттере. Много от них было позитива. Горячую воду не отключает, она просто доходит с потерей примерно в 40%. Потеря воды. Да, неплохая отсылка к... Потеря Акветов. Ой-ой-ой, как же много урона получает здесь Астралис в начале этого раунда. Ребята все-таки решили, после поставленной бомбы... Оп-оп, близко. После поставленной бомбы решили, да, коварно, решили покупать. И вот здесь уже очень много урона они получили в этом раунде. Да, уже, скорее всего, и не выйти. На самом деле, там еще и активности нагнетаются Double Pony. Первым номером играет, там три минуса оформляет. Два в пять в итоге ситуация. У нас первый девайсный такой форс, вернее, для команды Астралис не получается вообще. И тут как бы вопрос, могут ли они хоть какой-то урон нанести. Там 500 хп на всех у Double Pony. Такие раунды, они очень важны даже не так в преддверии возможного камбэка на карте, а просто, чтобы получить больше уверенности перед нюком. Я это Double Pony понимает. Отлично. Ой, бубски. Ой, бубски. Ой, бубски. А прикинь, сейчас в одни ворота просто закрывают французы Астралис. И Астралис такие ползают по карте, и мы такие... Ну, тьо... А что там зоник делать? А чё ему зарплату платят? Да. Должны мы насмотреться на Double Pony. У Джока классная прическа. Видно сразу уважаемый человек у себя на районе. Астралис с пистолетами будут играть. Там, кстати, остался только бубски. Имея возможность купить себе Диггл и второй армор будет действовать. Возможно, там на центре что-то и произойдет интересное. Джока пошил, получил, расписался. Экзипникс там мог еще его наказать. Это P250. И вот он выходит на центр. Минус NBK. Хотя тот и начал первый стрелять, но не попал. Бубски может дойти до этого девайса. Отличная работа. И отпускает его бадди. Как же там не залетает только что. Но Хае не догоняет все-таки. Бубски. Так, чтобы убить его, конечно. Урон был. Но подсадка не сработала. Хотя плюс здесь и Мэджиску, и Бубски за то, что они попытались сделать. Это было красиво. Да, хотели подловить как раз-таки игрока, который с базы B пришел на Хеллпен. Экзипникс с Дюпри. Остались вдвоем против четверых. Мы видим небольшие просадки по холлспоинтам от Джока и Бадди. Но опять же ребята отыграют спокойно, пассивно. Никуда не будут торопиться и сохранят свою жизнь. Выход через рампу на базу Азии. Джока морозится на цементе. Легчайший минус по Экзипниксу. Бомба выпадает. Это информация для французского коллектива. И очевидно, что ребята заберут пятый в актив. Ну что, сейчас будет бай полноценный в следующем раунде. Очень хочется какой-то увидеть такой... Я не знаю. Ну хочется... Я просто даже не знаю, что хочется увидеть. Потому что на этой карте ты можешь посмотреть просто, как команда стоит на рампе А. Стоит-стоит. Потом кидает смок на Хеллпу. И потом продолжает дальше стоять. Ну, хочется верить, что тут поинтереснее все будет. А самое интересное от пари матча. Залетает, а именно 15-процентный кэшбэк на все события по CSGO до 23 мая. Так что кликайте на баннер по трансляции и зарабатывайте. Так. Афросмок на рампу. В данном случае Афросмок у нас не... Нельзя использовать такое выражение, потому что все четко залетает. Там нигде сверху он не упал. Джоко. Тоже активно играет. Ну а Астрали с большим скоплением подходит под точку B. Там пока лежит тоже дым. Но рано или поздно будет выход на товарища. То ли Лаки, то ли Афра. Кто у нас там с ОВП. Но один из этих парней будет обороняться на позиции. Это Лаки. Такой вот буст. Будет ли Лаки к нему готов? Я так понимаю, это тройной буст. Да. Ну еще одна подсадочка. Да. Вот. Сдетектил Лаки здесь оппонента. Понимает минимум, что два под B. Распикивает Глейв. Это было очень легко для Лаки. Но визуально такое ощущение было даже, что он его не видел. Численное преимущество для французов. Все-таки Астралис попытается зайти на базу B. Ребята, где раскидка? Есть два Молика, есть пять флешек и один Смог. НБК играет на такой больной позиции. Но сюда обычно летит Молик. Всегда обычно летит Молотов. Вот интересно, кто там будет бросать его. Флешки через верх уже. Нужно запускать кого-то. Там Зипикс просто падает. Я так понимаю, что-то не получается у Астралис. Молик в никуда. НБК. Выход минус Бомба. Майджикс уже играет на размене Лаки. Промах. Хотя флик залетал бы неплохой. Два игрока тут же на перетяжке с центра. Будут играть у команды Дабл Пони. Бомба устанавливается. Лаки пока не находят никого здесь. Джоко. Близко находится Бубский. И тут надо как-то его еще пройти. На самом деле тут их. Зипикс тоже помогает. Хорошие углы для команды Астралис. Но три в четыре. Опять же. У Дабл Пони есть преимущество. Нужно его превращать в взятый раунд. Зипикса нашли на пенте. Афро. Работа с АВП. Джока не отпускает уже. Кзипикса и Мэджиск остался последний. Нет. Боди. Хорошо. 6-13. И не все так гладко в атаке датчан на самом деле. Не все так хорошо в датском королевстве. Легко пока выглядит эта сторона для французов. Так же легко как для датчан первая сторона тоже. Пока это сухость. Абсолютно. Ни одного раунда. И даже потенциально опасной ситуации от Астралис мы не видим. И кстати французы колят тайм-аут. Что примечательно. И похвально. Лаки покупает АВП. Афро также с АВП. Это штатный снайпер коллектива Дабл Пони. Ну и собственно сейчас мы можем резюмировать то, что Пони будут играть с таким сетапом в 2 АВП. Возможно будут какие-то поджимы с первым таймингом. Фоллэн на месте. С каким-то зонтиком над головой у него. Может быть там для света что-то стоит. Может быть это студия. Вообще непонятно. У нас такой рак. Ну или защищается от электромагнитных волн, например. В Баде прикольные очки стильные. Такие. Стильные на стиле. Ну что, была пауза. Что-то обсуждали французы. На самом деле я бы тоже здесь взял паузу. Сказал бы, ребята, не теряем фокус. Да. Это очень важно. Потому что команда из датского королевства такая, что может схватить и душить. И не отпустит. Да, сейчас. И Дабл Пони уже набрали хорошую экономику для этого возможного камбэка. Посмотрим. Будем подтатривать. Потому что ничего не получалось за атаку. Сейчас в защите можно вернуться еще. Замечает Афро противников под точкой А. Там была пропрыжка от минимум двух у него в снайперском объективе. Минус Глайв. Нет, пока что размена. Тут же молотов появляется у Афро в руке. Нет, лучше, наверное, отказаться от отростка этого. И Мэджис пытается зайти туда больше в том. Неужели получится сейчас поймать Афро? Да, так и есть. Минус ухо Афро. 4 в 4 ситуация. Но Мэджис дальше не пошел. Он понимает, что будет размен. Тут как тут. Джоко нарисовался. Мэджис. Вендетта. То же самое произошло и с ним. Довольно комично это выглядит, на самом деле. Знаешь, один пошел, поймал тайминг. Не читал, да? Вот Афро понимал, что не может быть в таком тайминге близко оппонент. Мэджис сыграл нетривиально. И вознаградил себя этим фрагом. Ну и в ответ уже был минус. Вот Джоко. Численное преимущество для даблпони. Астралис тусуется под базой А. Пока, по крайней мере, Молик там пошел. Лаки это база Б. А здесь Дюбри все-таки. Здесь есть один люркер под Б. Бубски делает минус под Джоко. Это было, кстати, под Аплентом. И Астралис решили вот в таком вот очень... Ну, я не знаю, по времени это довольно близкая ситуация. Они решили стянуться на базу Б. Тут, наверное, сразу проходить Лаки. Не получается это у Дюбри. Первый пытался выйти на дефолте. Дальше работает снайпер. Флешка. Отворачивается пока Лаки. Он имеет позицию, чтобы еще и второго забрать. НБК помогает. Отличная работа. Да, 7-13. Четенько. Четко все отыграно. И мы видим, насколько... Когда, вот как ты сказал, защита играет круто. На Вертиго сложные атаки. Потому что она не может просто выйти на один из плентов. Потому что у тебя и первая РСП у защиты хорошая, чтобы пикать АВП. Обе рампы, как под А, так и под Б. Да и на центр тоже сложно выйти. Ну вот, ты знаешь, мне поэтому непонятно, когда команды играют 9-6, 8-7 на Вертиго. Потому что, ну, в моем понимании, здесь вот как бы эти зоны, они все довольно узкие. Их легко изолировать. То есть, типа, это не составляет труда абсолютно. Ой. Тут ранняя активность у Джоха на рампе. Он задетектил там минимум двоих. И отлетает от Мэджиска. Отличный выстрел. И, возможно, здесь получится взять раунд команде Астралис. Численное преимущество. Да, но нужно еще пройти снайперскую винтовку, как минимум. Там еще успел притянуться НБК, который будет закрывать смоком от Росток. Но там еще моликом промахнулись игроки команды Дэблпони. Тоже важный момент. Потому что Астралис так близко подошли уже под... Поплэнт НБК. Круто! Работает с Калашом, но Дюпри не пройти. Да и слишком много КП потерял. Бадди пытается кого-то найти в смоках. Но пока ситуация 3 в 3. И два века на ретейке, Алексей. Как тебе такое? Ну вот я ждал этого момента. И вот сейчас мы посмотрим, как будет выбиваться. Да сложно. Важный момент. Это разве что менять девайсы, если там они где-то есть поблизости. Смоком закрывается бомба. Кстати, кем-то из команды Дэблпони. Дюпри коварнейшая позиция, чтобы убить Хелку. Бум, Бадди находит одного Дюпри, чекает Лаки. Работа АВП тоже отмечена. Кзипик снова в клатче. И он на Рампеева чекает Афро. Не промахивается с АВиком. И все позиции только что прочесали. Да, да. Видишь, легчайший ретейк в итоге. Ну, острота была здесь у Астралис. И дали энтри. И зашли на плент, поставили бомбу. И разыгрывали постплан ситуацию 3 в 3. А вот второй, этот, Джоко, похож на Гитрайта. Да-да, что-то есть. Тоже писали ребята в чате, что Фоллэн и Гитрайт делают. Дэблпони. Есть немножечко схожесть. Но сейчас не об этом. Сейчас о трудностях команды Астралис. В атаке. Пока ни одного раунда. Это сухость, ребята. Это абсолютная сухость. Кзипикс получает довольно много урона от гранаты. Вообще, мы, кстати, наверное, с тобой можем констатировать тот факт, что утилити дэмэдж здесь имеет довольно много... Да, большое влияние на... Мне нравится эта картинка. Эти металлические прутья, они так смотрятся. Это буст на мид, да. Поставить бы себе на аватарку, да. Да. Можно на телефон себе на экран. Напоминание о том, как ты любишь карту Вертига. И какая она интересная, веселая и динамичная, главное. Под Б у нас тут обмен любезностями. Лаки так довольно опасненько здесь чекает. Икзитникс находит минус по баде. Я не понял, где это произошло. А, это на бай произошло. И начинается туда заход. Могут быть проблемы. Лаки пытается отойти за холодильник. Там все горит. Лаки промахивается в очередной раз. Уже не первый, кстати, такой промах. Глейв его уже не отпускает никуда. И нужно упрыгивать. Это понимает НБК. Так что пони ничего здесь не смогут сделать. Это 14-й раунд для команды Астралис. Размен, правда, от НБК поступил на халпе где-то. Слишком уж активно действовали и Бубски, и Глейв. Но повезло, что Мэджиск разобрался с товарищем Джоко. Но как же сложно Астралис берут эти раунды. Только что они, по сути, использовали то, насколько близко находились возле них на Б даблпоне. Да. Кстати, там Лаки, ну, он стоял не в агрессивной позиции, но Энтри нашли по нему. И это, возможно, было проблемой в прошлом раунде. Первый в атаке у Астралис. Нужно еще два для победы. Ну, для даблпоне здесь ничего не меняется. Даже сетап мы видим. Два ВП. Опять же, он будет здесь рабочим. Вероятно. Главное, не допускать критических ошибок. Быстрый пик от Афра на рампу. Выстрел под флешечку. Пока не точно. Ну, и там, в общем-то, никого не было. Обменялись здесь любезностями в виде гранат, ребята. И вот выйдут на мину. У кори НБК. Довольно много урона получает. Флешку откинет и, наверное, отойдет. Да, размен там по ногам тоже был. Что один, что второй постреляли. И Бубски. И самое интересное был КТМА готов. Закрывается в итоге центр с Маком. Пока секунд 15 не будет активных действий там от команды Астралис. Джока поджимается под точку А. Это уже лифтовая шахта. Это замечает Зипикс. И Дюпри находит НБК. А где это происходило? Это центр, да? Да, да, да. Там держал эту позицию. Ой-ой-ой. Он, возможно, даже в спок пошел. И Бадди в итоге не разменял. Ай-ой-ой. И Джока в итоге работает на лифтовой. Так же была информация в итоге. Еще и Мэдж сбривает там после Джока Бубски. Но тот сам выходил перед ним. Так что, опять же, это ошибка. Но не Мэджиска. 2 на 3 ситуация. И понимают ребята из команды Астралис, что нужно как-то обойти эти снайперские винтовки, которые сидят непонятно еще где. Одна на центре. Ну и у нас Лаки на точке Б. С ней же сложно будет передвигаться и Дюпри, и его тиммейта, который решил уходить на точку Б через рампу, я так понимаю. Но Дюпри теряется на центре. Остался только один Мэджиску. Он раскидывает. Лаки тут же дает информацию на перетяжку к своим тиммейтам. Так что Мэджиску здесь будет не сладко. Однозначно. Ну атака не скажет, что прям готова добивать. Конечно, сложно, как и было это дабл-пони. Просто тут жестко сработало то, что в защите начинали Астралис. И как они начинали? Очень много раундов подряд забрали. И таким нахрапом практически ничего не оставляли противников. Обратите внимание, как вот этот рисунок игры. Нет острых ситуаций вообще. Абсолютно нет. Ну и душа-то... То есть игра на дни ворота, да. И все, как бы нет клатчей, нет каких-то там, не знаю, 2 в 2 и какой-то остроты. Ее просто нет. То есть острота может появиться только если кто-то там где-то либо забочинит, либо влючит героя и просто поставит какой-то нереальный дабл. Вот только так. Классно здесь, кстати, ретейкнули комнату эту. Правда, немножко рановато вроде бежал. Там флешка была. Раскидка тем временем на точку Б сейчас от команды Астралис. НВК пытается там жить-выживать вместе с Лаки. Флешка полетела через верх. НВК не успела там как-то восстановиться. В итоге Лаки за него будет работать. Подходит еще на поддержку еще один боец команды. Дабл пони. Но Лаки нужно найти еще хотя бы один фраг. Да, это большинство заработано. Но тут же Бэджикс включается в минус Бадди, который был за этим же холодильником. Выживает каким-то образом Лаки там до сих пор. Нет. Мэджикс его закрыл 2 на 2. Но к зипе с ней уходит уже не у куда. Джока, который тут как тут в спине. Мэджикс остался в этом плаче. Но от Афро и Анбекеа не уйти. Там еще хаешкой все это сверху накрывается. 10-14. Вот так вот доходит до возможного действительно камбэка. Команда дабл пони. Доволен Бадди всем, что происходит. Потому что он как лидер ведет за собой команду. И понимает, что реально выиграть здесь еще. Не настолько сильна команда Астралийс. Так что время переобуваться. Я не понимаю в каком отношении. В том, что карта Вертига как бы не очень или что? Нет, в том, что вернулись те самые Астралийс. А, я понял. Ну да. Как мы видим сейчас, опять же таким эмпирическим путем дошли до этой мысли, что зависит все-таки от стороны. Для Астралийс так точно. В защите они хорошо себя чувствовали. Были схемы, были наработки. Там какие-то поджимы постоянные. Да и то же самое, видимо, дабл пони. Тот же Джока, который в прошлом раунде оказался ну очень рано в спине. Это говорит о том, что все использует команда защиты сейчас для того, чтобы вот так вот удивлять противника всю карту. Ты знаешь, мне кажется, что тут как раз-таки сложно удивить кого-то. В смысле, что все очень понятно. Мы об этом всегда говорим, да? Слишком решает то, что атака не может нормально фейковать. Не может, да. Вертига. Не может двигаться, не может... А что-то произошло. У нас тут рестарт раунда, видимо. Ничего страшного. Да, и это большая проблема. Ну то есть нет широты, нет вот этих вот, знаешь... Здесь даже фишек как таковых нет. Ну в чем фишка? Вернее, даже не так я сказал бы. Не, ладно, там фейки, но какая-то быстрая перетяжка с выходом бомбы на последних таймингах, она практически нереальна. Но то, что мы видим часто на разных картах, на всех. Опять же, картах. Тебе особенность карты не позволяет делать нормально сплит. То есть ты не можешь сплитануть. Ну да, центр там все-таки не тот, который позволяет тебе это делать сложно слишком. Потому прямолинейно это лучшее решение. Сейчас об этом думает команда Астралис, которая тусуется на рампе точки А. Она забрасывает за чем только можно. Горят молики, взрываются гранаты, флешки слепят, смоки закрывают Джоко. Отвечает за отросток. Туда уже готов выйти Бубски. Флешка хорошая от тиммейта, он чекает позицию и будет, наверное, занимать ее, потому что там уже в спине молотом. Еще одна флеша летит, но Бубски к этому готов. И вот он подарок, АК-47 на руках. Бадди играет, подгорает, и его слышал Бубски. Или нет? Ну, заняли здесь Астралию с рампу. Уже пока секунд 20 стоят на этой позиции. Кстати, не так много гранат они не съели, как могли. НБК. Так, есть размен, опять же, плюсовый для команды из Франции. Нет, все-таки 3 в 3 ситуация, я где-то проворонил еще один фраг. Вот Бадди нужно как-то выбить. Бадди нужно выжить просто. И ему выжить, а его выбить в команде Астралис. Но они все вернулись, получается, ближе к рампе, к этому отростку. И что делать дальше? 40 секунд. Времени остается немного. И сейчас, например, сорваться, побежать на Б они не могут. Не могут, да. Только смог на А, и уже очень прямолинейное действие. Опять стоим. Да, афро флешка. Да, Бадди. Но Дюпри успел там взвернуться. Есть размен. Это плюс для команды Астралис. 20 секунд. Бомба устанавливается на дефолте. И Дюпри еще сможет отойти ближе к отростку. Мэджикс сел с левой части. И Лаки его чекает, на самом деле. Возможно, не стоило так играть. Больше от бомбы выступать. Команде атаки. Но в итоге Дюпри должен тащить данный клатч. Там еще какой-то смог, наверное, летит в него. Да, это на плей-энд. Будет выход от Лаки. Отличный угол от Питера Расмуссена. 1 на 1. Афро с АВП пытается найти его в смоке. Но там уже готов в нож, на самом деле, на бомбу. И как же круто отыгрывает Дюпри в этой ситуации. Дужно уже Афро дефузить хотя бы бомбу. Потому что времени все меньше и меньше в этой ситуации. И вот он дефуз. Дюпри! Как у нас стреляет! Кап! Петер! И заканает его! Бомба! Петер Расмуссена! И это раунд для команды на Буфоне. Было бы круто, конечно, посмотреть от первого лица, куда он стрелял там. И потом просто взял этот нож и получил уже с АВП от противника, который разминировал плент. Я реально смотрю на его действия и понимаю, что он гений. Он стал. Да, все сделал. Он стал в смоке с ножом. Он ничего не стал выдумывать. Он просто ждал, когда придет чел. Чел приходит, чекает рампу. Идет на бомбу. И в этот момент Петер Расмуссен просто берет и двигается в сторону. Но хелпы куда-то идет там непонятно вообще куда. Это просто такой кек. И это был экономический раунд. Астрали здесь на самом деле и должны были его выигрывать по ситуации. И ронять экономику французов. Да, тут, конечно, Астралис... Ну, Астралис... Дюпри, наверное, да. Ну, опять же. Но один из вас играл он очень грамотно. Вырезал угол против первого, который там набрасывал флешки какие-то или что-то у него было. И потом в итоге такая вот курьезная ситуация один на один. Дюпри понимает, что можно было брать. Но это Counter-Strike. Здесь может произойти все, что угодно. Особенно если у вас в этом всем, что угодно, есть смок и диффузы на бомбе. И, в общем-то, игрок атаки, который пытается найти диффузера. Ой, нагнетается ситуация, да. Зная то, насколько Дюпри может быть эмоциональным, я думаю, что он по-любому пару раз кулачком по столу стукнул в такой ситуации. Ну, очень неприятно он проиграл раунд. То есть он, по сути, сделал все исключительно. Вот единственное, что как-то, наверное, знаешь, начал сомневаться в конце. Или подумал, что, может быть, все-таки вот сейчас можно выиграть позицию, будет лучше. В конечном итоге что? Я же знаю, где бомба, да? Что мне мешает прострелить? Там еще был такой момент, вот я бы еще раз посмотрел, но предполагаю, что у него не было особо патронов в эмке, потому он с деглом пытался убить противника в смоке, у него тоже там заканчивались патроны, в итоге он переключился просто уже в конце на нож, а как бы бомба уже была разминирована. Может быть. И он не мог перезаряжаться в этой ситуации, если говорить о эмке, да, например. Кстати, техпауза показывает всех, кроме Дюпри. Нет, Дюпри был. А, был? Дюпри был. Но там клавиши от клавиатуры не отлетали вроде, не были замечены. Хотя могли. Не тот кадр просто был. Смок снова на рампу от Афро на точку А. Джока занимает карман. Смока, кстати, от атаки пока что не было сюда, с эспа, которую они бросают. Это бай. У Мэджиска ВП, кстати, интересно, как он его будет внедрять в этот раунд. Очень важный, потому что у Дабл Бони не так-то много денег и потеряли только что Афро. Мэджис все-таки своего нашел там противника. На рампе флажка от шока, пытается ворваться дальше. И Мэджиск, это моготочный закрыватель. Мэджиск! Мэджиск! Всех там просто убивает. Дюпри находит лаки. Последний остался Натан Шмидт. И где он играет? Он на центре. Но такой раунд уже астралисты должны просто дорабатывать до 15-го точно. Очень просто. Мэджиск, дайте нам повтор от глаз этого парня, потому что там все под горячую руку попали. Смотри, там денег нет. Да, об этом я и сказал, что очень неприятно. Дабл Бони камбэчили, камбэчили, но могут и недокамбэчить, потому что все это переворачивается именно экономической ситуацией команды. Слушай, если мне не изменяет память, как раз-таки вот первый раз появляется снайпер в атаке у Астралис. Возможно, возможно. Ну, Мэджиск сегодня показал, что он находится в довольно неплохой кондиции, как снайпер. И еще, конечно, будет интересно посмотреть на нюке, потому что на нюке вот то, как играл девайс в обороне, как он двигался, какие выбирал позиции, это очень такой хороший материал для изучения и для понимания того, что снайпер должен делать на этой карте. Ну что, матч, маппоинт, простите, 4 маппоинта для датского коллектива, французы остаются без денег. Очень обидно. Да. Они могут проиграть сейчас эту карту. Вот такой вот камбэк в итоге заканчивается тем, что в последнем раунде, возможно, в последнем раунде у тебя всего-навсего 4 пистолета и один ФАМАС. Но нужно работать уже и с этим. Дашки полетели под точку бетом, пытается Лак играть на Астриезу и открывает Дюкпри. Есть первый минус, и тут как бы отойти отсюда было бы неплохо, но с другой стороны большого скопления Астралис мы там не заметили, только один и тот же Дюкпри играл вроде как там. И снова стояние под точкой А у нас там довольно медленно заходят, но уверенно Глейв и компания, даже не бросая ничего пока что. Только сейчас Молотов на выход из отростка. Флешка. Жорко играет под нее. Получается убить. Там красный остается Кзипик. 7 хп. Мэджикс в итоге включается с АВП. Отличная работа от Эмиля Ройфа. Бадди, куда пошел? Там просто вне позиции его ловят. Противник Афра получает под себя. Молотов играет на дистанции. Еще одна флеша от НБК. Но очень много гранат потратили уже ребята из команды Дабл Пони. Астралис до сих пор не зашли на плент. И сейчас смоками закрывается хелпа. И бомба все равно не спешит. Как же хладнокровно доигрывают отчаяние этот раунд. Но НБК находит смоке Глейв. А там бомба устанавливается с левой части. Бубски будет на ней или будет отходить. НБК в итоге его тоже не отпускает. Отлично. Уже 2 на 3. Мэджиск снова должен тащить раунд. Потому что он фулловый. Акзипикс красный. Нет диффузов. Акзипник сыграет на рампе. Мэджиск у нас на цементе, я так понял. Да, он на цементе, он с ВП. Ой-ой-ой-ой, это опасненько. Бомба стоит как раз-таки под Мэджиска. Диффузов нет, это проблема. Нет гранат. Мэджиск делает минус по лаке. Это было в смачок. Время играет против команды дабл-поке. Мэджиск не попадает. НБК пиздает Мэджиска. НБК ставит точку в этом раунде. Успел! 12-15. 3 маппоинта для Астралис. Как же это было тонко. Это было 4 пистолета. И Фомас на руках у французского коллектива. Забрали они Ави, кстати. Но должны были. Потому что опять же там деньги. На убыль все уходит. В общем-то теряются не только нервные клетки. У команды дабл-пони. Астралис тоже. Но матч же включается с АВП. Конечно, уже не первый раунд. Для него довольно успешный. Но только что обидный промах был против второго. Мог там еще и хилпу подрезать дальше. Ладно. Ой, какая хе подлетает под Афро. Это было на центре. 51 хп у него остается. Под точкой Б тоже тусовка. Дюпри и Глейв подходят туда и опасаются поджима. Он был в один из раундов. Мы помним, как Лаки там зарабатывал себе первый минус. Но в этом моменте дабл-пони решили играть довольно закрыто. Только на центре есть у нас АВИК. Ему помогает НБК Лаки. Флешку себе подбрасывал. Вернее, с центра она прилетела. Он попытался кого-то забрать, но не заметил. И дальше не стал идти, потому что это слишком опасно. Мэджиск на рампе А. Никого не замечает. И такое ощущение, что Астралис решили ударить большими силами по точке Б. А там НБК, который зарабатывает фраг на Дюпри. Да, это было слишком легко. Дюпри даже не смотрел в эту сторону. НБК там фактически на кукушке сидел. Это все-таки Б или нет? Ну, непонятно. Пока 50 секунд до конца. Да, возможно, у нас сейчас будет заход. Пошел Молотов. Выхода нет. Еще один Молотов. Уже два Молотова. Сейчас французы должны понимать, что происходит. Молотов в ответ. Там смачок. Начинается заход. Все слепые. Ну, вроде как читают сейчас французы Астралии. Астралис. Гзипекс. Лаки нужно найти, но Афро не дает пройти к Лаево. Гзипекс все-таки выигрывает данную перестрелку. Появляется шанс. Но там Молли, конечно, неприятный. Там сгорает еще и Гзипекс, который пытался выбрасывать бомбу к ТБ. Я так понимаю. Да, да, да. В этой ситуации остался только Бубский АВП. И он читается заходом через миддл. Хорошим Молликом отрезает одного противника. Но нужно еще двух как-то пройти. Там еще до бомбы не сможет он выйти. 13-15. И смотрим, деньги у Астралис имеются. В целом, там есть проблемы только у Глэева. Будет бай на этот аун. Типичный, знаешь, типичный раунд на Вертиго. Стоим просто минуту там. Кидаем гранату, отошли. Опять кидаем гранату, опять отошли. Постояли, потусили. Тот пошел сдох. Опять стоим. Опять гранату. Опять стоим, тусуемся. Опять граната, опять стоим. Ну, ты знаешь, вот как бы проблема карты Вертиго это отсутствие красоты вот стратегического такого тактического Counter-Strike. Его здесь нет. Просто его здесь нет. Есть utility damage, да. И есть просто пауза, дилей в середине раунда, да. Какой-то там вот тайминг какой-то. Все. Больше эта карта ни на что не способна. Минус конус у нас на рампе. Первая жертва в этом раунде. Есть два маппоинта. Есть, кстати, довольно неплохой бай, но по гранатам все предельно скромно. Уф, там цемент отлетел. Бадди на точке А не смог совладать. Джока остался в кармане. Неплохая хе была по противникам. Но дальше выход такой неуверенный. На самом деле Джока отлетает. И вот он шанс для команды Астралийс. Но главное не спешить на самом деле. Вот есть еще время постоять еще немного. И это понимают отчаяния, что не факт, что получится выйти на точку А. Да и не нужно это сейчас. Вот они это и делают. Они тебя послушали. Сейчас с гуськом развернулись и пошли в другую сторону. Вот, знаешь, красота, красота вот Counter-Strike на вертигоне. Да, это типа, знаешь, вот эта змейка и туда пошли. О, быстрый выход. Возможно, еще и пустой план. Там не успевает перетянуться один из опорников. Ну, здесь все. Здесь все очень хорошо. Молотов на хеллпоин. Би-Кей может исправить ситуацию в этом раунде. Получает под себя Смок. Его здесь выключили. Все. И в прямом и переносном смысле. Пять в два ситуация. Два АВП на ретейке. Есть Дефьюз киты, но нет гранат. А, есть, кстати, Смок и Флэшка. Но, опять же, вы прекрасно понимаете, друзья, что этот раунд будет взять практически невозможно. Дюпри уже заходит в спину. Бомба пищит. И первый минус от Лаки. Дюпри в спину. Все, еще хороший тайминг. Лаки делает минус. Бубски. Дюпри закрывает вопросы в этом раунде. 16-13. В целом, наверное, все-таки это найс-трай для команды Дабл Пони. Кто знает, может быть, если бы в атаке взяли пистолетку, может быть, еще один второй раунд как-то там наковыряли. Но все-таки Астралис оказались сильнее.